МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возьми новости в студии из Лиха Сулеймана и мой коллега Харсан Исраилов. Нарсултан Азарбаев поздравил казахстанцев с Днём независимости. С торжественной речью глава государства выступил в столичном театре Астана-Опера. Президент подвел итоги года и поручил дать старт подготовке к празднованию юбилейного 25-го года независимости нашей страны. Глава государства привел в статистику конфликтов, сотрясающих планету, и в очередной раз подчеркнул роль Ассамблеи народа Казахстана, которая является, по словам президента, хранителем мира и согласия. Также Нарсултан Азарбаев поблагодарил казахстанцев за активное обсуждение ежегодного послания, отметив, что в нём обозначены задачи уже зрелой страны, ставшей авторитетной за четверть века. Креативные молодёжи. Впереди нас ожидают ещё более сложные маршруты, чем в прошлом и настоящем. История никогда не бывает, лишь хронологи одних побед. Если всегда всё было бы так хорошо, не было бы самой истории. Кризисы учат науки побеждать. После каждого кризиса идёт новый прогресс. Поэтому сейчас стабильность приобретает ещё большую ценность для нашей страны. За годы независимости мы совершили невероятный рывок в историческом развитии. Наш Казахстан Лудалаэле – страна, преображённая в Великой Сепи. Это наше великое детище, наша величайшая гордость. С днём независимости, уважаемые сограждане, соотечественники. Спецвыпуск, посвящённый торжественному собранию по случаю Дня независимости Республики Казахстан, с участием президента, смотрите сегодня на нашем канале в 21.30. Политики, предприниматели, деятели культуры, искусства, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в Астане сегодня наградили казахстанцев, внёсших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Медали и ордена вручал президент страны. Глава государства отметил, что эти награды и звания – символ признания упорного труда и заслуг. Особым знаком отличия стало звание Казахстана Енбегера. Его удостоились Решат Амренов, Мукаш Искандеров и Борис Князев. Все они заняты на производствах, а их старшая работа достигает нескольких десятков лет. Помимо этого, орден Казахстана Республика Снэнтургуш президента Ельбасонар Султан Назарбаев получили, Аким Казалардинской области, Крымбек Ушербаев и руководитель администрации президента Нурлан Нигматуллин. За творчество и песни, которые поднимают дух народа, развивают у молодёжи чувство патриотизма, орден ОТАН получил композитор Искендер Хасангалеев. Все это досталось вашим трудом, все достигается трудом, поэтому, прежде всего, как я говорил недавно в своём послании, мы должны отмечать человека труда. Всё, что делает, работает, на всех отраслях это труд, но есть труд рабочего человека, который создаёт все блага, поэтому я особо хочу подчеркнуть людей, которые получили орден, трудовую славу, орден. И пусть это будет примером для всех трудящихся во всех отраслях нашей страны, которые создают экономическую мощь, а это базис всего остального. Отмечу, что такую награду в этом году выручают впервые. Первыми кавалерами ордена Ембек Данка третьей степени стали 52 рабочих и труженики промышленности, транспорта, строительства и сельского хозяйства. За обеспечение общественной безопасности орденом Айбен награждён старший инспектор алматинского ДВД Юльдос Абдрахимов. Добавлю, что сегодня от имени главы государства вручают ордена и медали по всей стране. Я думаю, что это не только оценка моего труда, а оценка всего большого многотысячного коллектива. Я думаю, что химическая отрасль сегодня одна из таких динамично развивающих отраслей, обрабатывающих промышленности нашей страны. Я думаю, эта награда ещё обязывает многому. Я надеюсь, все те задачи, которые глава государства ставит перед нашей отраслью, мы, наверное, его будем выполнять и выполним. Поэтому я счастлив, конечно, что мой труд так высоко оценён. Я в данном случае хотел бы привести слова Теренкия Семёновича Мальцева, великого хлебороба, который говорил, нужно ценить агронома не того, который в хороших погодных условиях получил высокий урожай, а того, который в сложных погодных условиях стабильно получает урожай. Вот, наверное, за это я и получил награду. Для меня большая честь получить высший орден из рук президента нашего. Я считаю, 56-летней моей творческой деятельности не зря было сделано. Всю жизнь я работал в творческом плане. И дальше обещаю дальше работать и сочинять новую песню. Несмотря на внешний кризис, который пришёл к нам с глобальных негативных процессов экономики, она не пошатнёт устои нашей независимости. Благодаря политике главы государства, я думаю, мы дадим достойный ответ. И в этом плане Казахстанинский область, как всегда, будет опорным регионом. Более 30 государственных наград вручила сегодня Гульшараб Декаликова. В канун Дня независимости в Акурде чествовали тех, кто лично внёс свой вклад в развитие страны. Среди награждённых – деятели культуры, представители науки, здравоохранения, бизнеса и СМИ. Видеть результат своего труда, получать награду за это – это большое счастье на самом деле. Я думаю, что мы ещё не полностью оценили то, что делается государством, то, что делается нашим гражданам, то, что делается нашими людьми за эти 24 года. На самом деле, сделано так много. Мы сами наблюдаем, сами в этом участвуем, видим, как становится совершенно новое государство на ноги, как формируются различные сферы, в том числе и наша сфера, мединая сфера. Очень быстрыми темпами мы развиваемся, и всё лучше ещё впереди. Впервые в этом году на государственном уровне отметили лучших работников своего дела. Медаль за почётный труд Ембет Данка третьей степени получили представители рабочих специальностей. Среди награждённых и Любовь Гафитулина более 30 лет она проработала дояркой. Сейчас является бригадиром животноводства на одном из успешных сельскохозяйственных предприятий в Петропавловске. Спасибо, хочу сказать президенту нашему, за то, что он оценил. Это не только мой труд, и моих коллег, которые со мной работали. Наш труд, села, что мы в селе работаем, помогаем государству, стране нашей, родине, чтобы она процветала. Для меня эта медаль очень ценна. Торжественное собрание, посвящённое Дню независимости, прошло в Сенате. Как отметил в своём наступлении спикер палаты Касымжом Артукаев, укрепление независимости – долг каждого казахстанца. Он акцентировал внимание на важных событиях уходящего года, а также подчеркнул плодотворную работу депутатов по законодательному обеспечению плана нации. Было принято около 60 законов. По случаю праздника, указом президента Республики Казахстан, ряд депутатов Сената награждены госнаградами за значительный вклад в государственную и общественную деятельность, социально-экономическое и культурное развитие страны, а также укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Это ордена Парасад, Курмет, Содружество, медали Межпарламентской Ассамблеи СНГ и почётные грамоты. Парасад, Казахстан Пожелать им прежде всего творческих успехов. Почему? Потому что наша страна молодая, но стремящаяся вперёд. Я бы хотел, конечно, в этот день сегодня поздравить и нашего президента, и поблагодарить его за ту награду, которую он сегодня наградил меня. Я считаю, что это прежде всего огромнейший-огромнейший аванс. И постараюсь, конечно, полностью оправдать то доверие, которое было мне сегодня оказывано. Почётные грамоты и награды, и знаки отличия получили сегодня лучшие работники казахстанских судов за плодотворный труд в сфере юриспруденции и безупречную службу. Почётным званием «Хурмекта-судья» был удостоен Баглан Макулбеков. Суде в отставке Александру Кравченко вручили медаль «Соджиеснын Аргагера». Ведомственную медаль получил главный редактор газеты «Человек и закон» Марат Башимов. На торжественном собрании, посвящённом Дню Независимости, председатель Верховного суда Кайрат Мами подчеркнул, что суверенитет государства – это главная ценность всех казахстанцев, а их опорой выступает национальная судебная система. Судебная система Казахстана занимает особое место в жизни общества. Она защищает права и интересы граждан. И в этой области нам есть чем гордиться. Торжественная встреча по случаю Дня Независимости Казахстана собрала представителей голландского бизнеса, дипломатических и академических кругов, а также казахской диаспоры в Голландии. Посол нашей страны в Нидерландах ознакомила гостей с основными тезисами нынешнего послания президента Казахстана и с итогами двустороннего сотрудничества. Нидерланды – ведущий инвестор в экономику Казахстана. Объём прямых инвестиций в голландских компаниях достиг почти 60 миллиардов долларов. Около тысячи совместных предприятий работают в геологоразведке, добыче и переработке сельхозпродукции, а также в сфере торговли и услуг, отметила посол. А директор департамента Европы Министерства иностранных дел Нидерландов отметила, что Казахстан развивается быстрыми темпами и выразила надежду, что республика станет непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах. Мы видим, что план нации «100 конкретных шагов» реально поможет притоку новых инвесторов в экономику. И для этого в Казахстане есть всё – и бизнес-возможности, и развитие демократии, и верховенство закона. Это именно то, к чему привел страну президент Назарбаев через ряд антикризисных мер. Во время последнего визита в Казахстан премьер-министр Нидерландов Марка Рюте мы установили множество бизнес-контактов, обсудили участие голландских компаний в Экспо-2017. Целый ряд крупных голландских компаний работают в стране. Ещё очень многие заинтересованы строить свой бизнес в Казахстане. Я поздравляю казахстанцев с Днём Независимости. Первый и самый важный пункт для притока инвестиций в страну – это её стабильность. Поэтому мы рады заявить, что в Казахстане есть стабильный, инвестиционный, политический и экономический климат. Мультикультурный диалог внутри страны – это важное условие для экономического роста и стабильности. Казахстан – это примерная модель государства, которая находится в прекрасных отношениях как с соседними государствами России и Китая, так и с партнёрами по всему миру – с ЕС, США и другими. Я от всей души поздравляю вас с Днём Независимости и желаю дальнейшего процветания. Создай кооператив и получи кредит. В Казахстане разработали совершенно новую концепцию, которая поможет мелким и средним аграриям получить доступ к средствам холдинга. По словам специалистов, у мелких товаропроизводителей зачастую нет залога имущества для получения кредита. Но если они объединятся в корпорацию, на правах солидарной ответственности национальная компания готова помочь им с финансами, как это было в Акмолинской, Североказахстанской и в Костанайской областях. Участниками треть трёх региональных зерновых холдингов стали 118 фермерских хозяйств. Они засеяли более 220 тысяч гектаров и получили выручку в 30 миллионов тенге на каждое хозяйство. Сумма их финансирования составила 2,6 миллиардов тенге. После погашения средств зерновые холдинги заработали более 3 миллиардов тенге. И в среднем пересчёте на одно фермерское хозяйство это составляет где-то 33 миллиона тенге. Положительный результат пилотного проекта теперь будут распространяться и в других отраслях сельского хозяйства. Интерес уже проявили рисоводы и овощеводы, готовые объединиться в региональные кооперативы. На сегодняшний день у нас портфель около 70 миллиардов тенге. Ежегодно порядка 15-20 миллиардов тенге в качестве микрокредитов выдаётся через нашу филиальную сеть. В том числе также же выдаётся через микрофинансовые организации посредством их фондирования. На сегодняшний день у нас общий портфель клиентов составляет 33 тысячи клиентов. Казахстан — это миротворец глобального масштаба. Так считает известный европейский политик, экс-министр иностранных дел Австрии, комиссар ЕС по внешним связям Бенита Феррера-Вальдер. Дипломат проанализировала ключевые выступления Нарсултана Назарбаева, в том числе интервью по итогам 2015 года. Больше всего эксперты впечатлило, что в стране принимают огромные усилия для деэскалации мировых конфликтов. Мы сегодня наблюдаем сложнейшую ситуацию в мире. Терроризм, миграционный кризис в Европе, конфликт в Украине. В то же время мы видим, что именно Казахстан в этих непростых условиях проводит большую работу, выступая посредником между теми, у кого есть разногласия. В Казахстане проходили переговоры по иранской ядерной программе. В Астану приезжала сирийская оппозиция. Сейчас ваш президент призывает лидеров России и Турции найти общий язык. Я вижу большую роль Казахстана в урегулировании всех этих вопросов, и я надеюсь, что вам будет сопутствовать успех. На этом все. До встречи в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok